Уральский синдром стал одной из главных загадок для многих советских умов 1930-х годов. В попытках найти причины заболевания врач-инфекционист свел счеты с жизнью, а предполагаемых виновников, работавших на страны недоброжелатели, молниеносно расстреляли. Сотни заболевших и подавляющий процент смертности, строгие меры карантина и безрезультатные попытки найти причину загадочной болезни охватили Урал в 1930-х годах. В конце апреля 1933 года советские граждане начали массово жаловаться на стремительно ухудшающее самочувствие. Случаи болезни, напоминающие по симптомам ангину, были зафиксированы более чем в 80 городах и 100 селах, включая территории нынешней Тюменской, Челябинской и Свердловской областей. В первые дни у заразившихся болело горло, наблюдался сильный жар и дикая слабость. Однако уже на четвертый день на слизистых оболочках глаза начали появляться язвы, некроз тканей и сильное кровотечение из горла и носа. На пятый день зараженный погибал. Ухудшения наблюдались настолько стремительно, что заболевших часто успевали привозить в ближайшую больницу, чтобы констатировать смерть. Врачи разводили руками, а у людей началась паника. Народ просил дать им лекарства, но специалисты не могли понять, какой именно, ведь природа смертельного заболевания по-прежнему была неизвестна. Власти установили строгий карантин в районах эпидемии, запретив пешие передвижения, а также въезд, выезд и даже остановки поездов мимо этих населенных пунктов. Тем временем, счетчик человеческих жизней по-прежнему неумолимо набирал обороты. Спустя два месяца было зафиксировано более полторы тысячи заболевших и более 700 смертей. Правительство всерьез обеспокоилось происходящим на Урале, а поэтому в срочном порядке отправило в опасные точки известного профессора, эпидемиолога Льва Громашевского. Он прибыл в опасные районы с мобильной лабораторией из Москвы. В исследовании таинственной эпидемии ему помогал специалист по чуме Владимир Сукнев. После долгих и тщательных осмотров заболевших специалисты сделали парадоксальное заявление. Никакой инфекции не существует и виной всем невзгодам обыкновенный голод. Каждому пострадавшему Громашевский ставил диагноз ЦНГ и уверял, что для устранения эпидемии достаточно лишь как можно скорее наладить продовольственное снабжение края. Его заключение заставило ненадолго облегченно выдохнуть многих, но только непростого врача-инфекциониста. Специалист проводил неоднократно вскрытие больных, но найти возбудителя ему упорно не удавалось. Он единственный пошел против знаменитого Льва Васильевича и заявил, что дело тут вовсе не в голоде, а в инфекции, которая на сегодняшний день попросту не изучена. Каждое тело было изъедено вирусом, а стремительное протекание болезни попросту не могло быть вызвано недостатком пищи. Поначалу его заявления оставались без внимания, а затем Громашевский и его высокопоставленные коллеги заявили, что врач – самая обыкновенная выскочка. Со временем его травля в обществе стала настолько сильной, что мужчина свел счеты с жизнью, а болезнь тем временем продолжала наступать. Вскоре в дело вступили чекисты. Их не устроили результаты работы Громашевского и Сукнева, а потому заместитель главы полномоченного представительства ОГПУ по Уралу, Минаев потребовал экстренно отозвать московских профессоров обратно в столицу. В своем рапорте, который сохранился до наших дней, чекист обозначил действия специалистов как контрреволюционные. Их предложение снять карантин и поскорее пополнить продовольственные запасы территорий вызвали весьма спорные эмоции и не давали весомых доказательств безусловно им доверять. Для репутации ведущего эпидемиолога страны это был настоящий удар. Но ничего, кроме смирения и повиновения, ему не оставалось. Практически сразу после отъезда Громашевского в Москву на его место был назначен народный комиссар здравоохранения Михаил Владимирский. Когда он приехал в Свердловск, то первым делом приказал немедленно выявить возбудителя болезни и наотрез запретил ослаблять, не говоря уже о полном снятии, карантинные меры. Своими действиями нарком постоянно подтверждал теорию, высказанную тем самым неизвестным врачом. Одной из первых гипотез Владимирского и его команды стала легочная чума, которая была спровоцирована употреблением в пищу крыс из-за бушевавшего пару лет назад на этих территориях голода. Этот диагноз долгое время рассматривался в качестве самой вероятной версии, но после тщательного изучения анализов стало ясно, это совсем другая опера, и грызуны тут вообще ни при чем. Следующим предположением стала дифтерия, симптоматика которой наблюдалась у каждого заболевшего. В июле 1933 года болезнь пошла на спад, и по рекомендации народного комиссара получила официальное определение септической ангины, но обнаружить сам опасный микроорганизм по-прежнему не удавалось. Мы столкнулись с абсолютно новым заболеванием, и его исследование только начинается. Вопрос о возбудителе требует дополнительных усилий и исследований. Может быть, Громашевский был и прав, когда говорил, что если решится проблема с голодом, то будет снят вопрос с болезнью. «У вас, люди, одни хлебные суррогаты едят», – заявил он на одном из заседаний. В августе Владимирский уехал обратно в Москву. Карантин постепенно снимали, а уральские врачи оставались один на один со страшным диагнозом, который хоть и уже и снижал обороты, но тем не менее еще существовал среди них. Анализы продолжали проводиться лучшим из лучших, и однажды им наконец удалось найти одну зацепку, которая помогла расставить все точки над «и». Изучив рацион питания заболевших, ученые пришли к выводу, что причиной вспышки страшного заболевания могло послужить прошлогоднее зерно, из которого изготавливался хлеб. Это подтвердилось и после проведенного исследования, в ходе которого исследователи создали выжимку из зерен пшеницы и вели ее подопытным крысом. Результаты поражали. У грызунов моментально открывалось кровотечение, а спустя сутки наступала смерть. После этого открытия весь прошлогодний урожай был конфискован и уничтожен, а хранилища сразу же заполнились несколькими тоннами свежего продовольствия из других регионов. Для борьбы с новой возможной вспышкой эпидемии власти приняли различные меры профилактики – отказ от употребления зерновых, перезимовавших полях и улучшения рациона с введением мяса, свежих овощей, фруктов и молочных продуктов. Несмотря на то, что в этой страшной истории наметился долгожданный конец, чекисты даже не думали униматься. У них была своя версия произошедшего, которая заключалась в том, что эпидемия была вызвана ничем иным, как самым обыкновенным заговором предателей. В 1937 году в Свердловской области арестовали группу офицеров, которых обвинили в шпионаже для финской, германской, польской и японской разведки, якобы отравивших по заказу недругов Советского Союза зерно. Все они были приговорены к расстрелу, ждать исполнения которого им долго не пришлось. Спустя 9 лет после того, как дело официально считалось закрытым, в Оренбургской области стали наблюдаться симптомы уральской болезни. Специалисты, намученные горьким опытом, сразу отметили, что каждый заболевший употреблял лепешки из прошлогоднего зерна. Картина была совершенно идентичной, а поэтому очаг распространения быстро удалось ликвидировать. После военные годы история загадочной инфекции стала изучаться более тщательно, и вскоре ученым наконец удалось раскрыть главного виновника эпидемии, унесшей однажды сотни человеческих жизней. Им оказались плесневые грибки рода фусариум, спора трихела, которые активно размножались на перезимовавших злаках. Для человеческого организма они были сродни концентрированному яду, который моментально поражал кровотворную систему и костный мозг, а в следующие дни обеспечивал некроз тканей и активное кровотечение. Болезнь наконец получила официальное название – алиментарно-токсическая аликия. В Советском Союзе власти активно пропагандировали недопустимость применений в пищу озимых – пшеницы, гречихи, ячменя, проса и других злаков. Нередко по домам устраивали рейды, чтобы проверить их на наличие перезимовавшего зерна. Благодаря тотальному контролю и формулировке мер безопасности, с 1940-х годов опасная и некогда совершенно загадочная болезнь больше не дает о себе знать.